Самар Всем двором жители пятиэтажки вышли на Гагаринский субботник, опилить старые ветки и собрать мусор, накопившийся за зиму. И, конечно, побелить деревья, которые так нуждаются в заботливой руке человека. Безвездкой мажем дерево, чтобы не заводились вредные насекомые, не портилась кора, чтобы дерево было красивое, цветущее, чтобы мы любовались на него. Больше ста тысяч человек с начала апреля уже приняли участие в уборке. Половина города очищена, работы немало. Это и уборка мусора, и побелка деревьев, покраска полисадников, дорожных ограждений и ремонт урн. Жители не должны оставаться в стороне. За чистоту в городе ответственность на каждом. О необходимости помочь службам ЖКХ и благоустройству в уборке и бережнее относиться к городу напоминает и губернатор Николай Меркушкин. К примеру, он приводит Швецию, где есть целый микрорайон, за которым ухаживают жители, а для тех работ, которые не могут выполнить, сами нанимают специалистов. Во всех районах города самарцы подключаются к уборке. Своим примером призывает присоединиться к очистке благоустройства любимого города и глава Самары Олег Фурсов. Сил чиновников недостаточно для того, чтобы весь город одномоментно убрать. И мы очень надеемся на то и призываем граждан нашего города проявить уважение к городу, показать действительно свою заинтересованность в том, чтобы Самара выглядела краше, и принять участие в этих мероприятиях, неважно когда, в течение рабочей недели или выходные дни. Я понимаю, соблазнов много, за неделю город всем надоедает, своим ритмом, своим шумом. Многие стремятся на дачу, но надо отдать дань Самаре, надо уделить несколько часов для того, чтобы в своем дворе хотя бы навести порядок. Во двор на Красноармейской глава Самары приехал не случайно, его пригласили жители. Все с таким воодушевлением, так замечательно работают вместе с жителями. У нас жители отреагировали. Мы вчера у нас во дворе проводили субботник, а сегодня вот все вышли сюда, это просто праздник какой-то. Жители, встретившись с главой города, решили заодно о наболевшем рассказать и о помощи попросить. Людей волнует благоустройство сквера. Олег Фурсов обещал помочь с восстановлением асфальта, лавочками и освещением сквера. Дружный коллектив телеканала Самары Ги в стороне не остается. Мы вместе со всем городом выходим на уборку, чистим, моем, убираем и даже о птичках заботимся периодически. Вот такие кормушки вешать будем. Между прочим, ручная работа. Эти островки общественного питания для пернатых – дело рук нашего пиар-менеджера Алины Белоусовой. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Я взяла пластиковую бутылку и, чтобы ее не выкидывать, декоративно украсила елочными шишками, еловыми ветками. И такая замечательная кормушка у нас получилась. Без внимания и прилегающую территорию не оставили, подметали, убирали. На время наши сотрудники сменили амплуа и из студийного павильонных кабинетов вышли трудиться на чистый воздух. Мы всегда в нашей телекомпании выходим на уборку нашей территории, потому что мы за нее ответственны. Кто кроме нас это все уберет? Это здорово, мне кажется. Совместный труд облагораживает. Час работы и все буквально блестит. Красота-то какая! Лепота! В эти жаркие для коммунальщиков дни генеральной уборки в усиленном режиме трудятся и дворники. Шакал я паршивый, все ворую, ворую. Че это ты воруешь-то? Вот на шухере здесь сижу. А? Украли уже. Ну я пошел. Эй, эй, а ну погоди! Стой! Самарские дворники такой ситуации не допустят. За 16 лет работы, признается Любовь Косинова, ей впервые пришлось задерживать воров. Недавно она была свидетельницей ограбления. Молчать не стала, позвонила в полицию. Участковый приехал, мы сели на машину с ним и стали объезжать, в общем, искать их везде. Где стройдом? Магазин. Там стоял железный вагончик. Из этого вагончика вышли двое, которые грабили. Вот прям по горячим следам поймали. Пойманные воришки уже были судимы. Впрочем, Любовь Косинова не единственная, кто стал свидетелем ситуации. Еще четверо самарских дворников проявили бдительность, и вот теперь награды нашла героев. Подарки вручили в торжественной обстановке. На каждом именном термосе есть гравировка за мужество и активную гражданскую позицию. На самом деле не распространяется на них задержание и выявление преступников. Могли бы просто-напросто отвернуться, и как будто ничего не было. Нет, они повели себя совершенно противоположно и помогли по горячим следам раскрыть данное преступление, за что им огромное спасибо. Для нас это необходимо, потому что основная работа нашей деятельности – это работа с населением. Чем больше будет у нас информации, тем будет лучше порядок на территории вообще Самарской области и вообще России. Почивать на лаврах дворникам некогда. Все-таки месячник по благоустройству в разгаре. Все подразделения управляющей компании трудятся в усиленном режиме. Нужно привести в порядок все дворы и улицы до 1 мая. Поэтому после награждения дворники снова на боевом посту. Порядок наводят в парках и скверах города. Генеральную уборку в парке Гагарина начинают с водных процедур. Сначала проезжает полевомоечная машина, за ней грязь тщательно очищает щетка. Одновременно дорожки моют несколько спецмашин. На новой технике и уборка быстрее идет, делятся водители. При помощи этого многофункционального погрузчика может очистить все дорожки в парке практически в одиночку, говорит водитель со стажем Алексей Аксюзов. Она хороша тем, что полностью гидравлическая, заводится в любой мороз, без проблем. Ничего тут сорвать, оторвать нельзя. И довольно-таки все продумано до мелочей. То есть я могу любую насадку в любой момент поменять один, без ключей, без применения усилий и так далее, в одиночку. Чтобы навести порядок в одном из самых больших парков города, на уборку вышли даже офисные сотрудники. Очень хорошо, что погода такая удачная. Не в офисе сидеть, а физическим трудом заниматься. Это хорошо. Вооружившись граблями, территорию убирают несколько часов. Весь мусор собирают в мешки и вывозят на свалку. Особое внимание во время уборки – очистки газонов. Здесь очень много опавших листьев, поэтому, чтобы привести в порядок даже небольшую территорию, нужно не меньше десяти мешков. Приводить парк в порядок начали еще несколько недель назад. К общему делу активно подключаются все самарцы. Активную частью принимают предприниматели, ликвидаторы чернобыльской аварии. Хочется отметить, что ежегодно они приходят и убираются около своего памятника и помогают также нам. Предприниматели, спортивные школы, учебные заведения принимают участие. Ну и к 1 мая парк уже должен быть чистый, блестеть и сверкать. В разгар месячника по благоустройству к запуску готовят один из самых больших фонтанов города на набережной – на Ленинградском спуске. Каждую весну сердца фонтана насосы проходят техобслуживание. Проверяют исправность их работы, заменяют старые детали. Но сегодня лоск наводят на поверхности. Из-за постоянного контакта с водой металлические детали фонтана очень быстро окисляются. Этому фонтану уже три десятка лет. И чтобы каждый год он снова радовал самарцев, за его состоянием тщательно следят. Вот в этом году мы пробуем корабельную краску, посмотрим, как она будет себя вести. Немножко изменилась технология. Отвердитель добавляем. Всего в Самаре 33 фонтана. И такие работы с наступлением тепла идут по всему городу. Уборка мусора, зачистка всех труб, покраска всех труб, вывоз. Этот фонтан большой, оборудование здесь на месте стоит. На небольших фонтанах мы оборудование все собираем. И сейчас вывоз, крепление, монтаж оборудования идет. Особое внимание во время генеральной уборки города – очистки территорий возле учебных заведений. В Кировском районе Самары на уборку вышли ученики 72-й школы, чтобы собрать прошлогоднюю листву и мусор. Дарья Долгова на средники и субботники выходит всегда по собственной инициативе. Все необходимое – перчатки, лопаты, грабли и мусорные мешки – выдает завхоз. От девушки требуется только хорошее настроение и выполнение норматива по уборке школьного двора. Это наш дом, поэтому мы рады и готовы помогать школе. Мы убираем вот эту часть, то есть нам надо убрать снег, чтобы он быстрее растаял, и убрать листву загнившую, чтобы могла расти трава новая, чтобы все было зелено и красиво. Иван Утриванов поработать любит. К труду его приобщило хобби. Он собирает модели танков и самолетов Второй мировой войны. Поэтому убрать школьный двор ему не составило большого труда. Из своего класса он сколотил несколько бригад. Девушки выполняют более легкую работу, собирают листву. Сильная половина человечества, каповые деревья, уносит мусор с газона. Мы трудимся по максимуму, чтобы за несколько дней всего лишь успеть. Старшеклассники, учителя и родители – пример для подражания начальной школе. Ему очень нравится принимать участие в этом, потому что они чувствуют себя. Мало того, что они первоклассники, там, второй, третий класс, они горды за то, что они являются учениками, так еще горды тем, что им доверяют наравне со взрослым. Какие-то инструменты, что-то убрать, что-то поднять, что-то отнести, мешочек подержать. Облагороженную территорию школы ученики передадут местным дворникам. Они в благоустройстве поставят точку. Побелят стволы деревьев и бордюры. А молодежь 72-й школы отправится на новый фронт работ. Приводить в порядок улицу Старозагора и зону отдыха Дубки в 12-м микрорайоне. Не остаются без внимания и детские сады. Причем качество чистоты на контроле у родителей. Они сами с граблями и метлами приводят территорию в порядок. На уборку в детский сад Оксана Мошкина приходит каждый год. Чистоту навела и за ребенка спокойно. Нужно знать, что территория безопасная, что дети гуляют на безопасной территории, чистой, что все красиво. Наводить порядок на территории детского сада воспитатели и родители начали еще месяц назад. Собрали все листья, убрали мусор, теперь подметают и приводят в порядок деревья. Прежде всего, это эстетическое воспитание детей. Это залог их здоровья. Прежде всего, что если чистый участок, то ребенок никогда не получит травму. Чистыми должны быть и фасады домов. Промышленный район Самары под чутким контролем пожирателей незаконной рекламы. Упорство в помощь шутит ученица технического лицея Екатерина Черникова. Говорит, кое-где, чтобы увидеть кирпичную кладку, нужно снять не один слой бумаги. Объявления на этом здании клеили на совесть. Даже если объявления было плохо поддаваться, я все равно их оторву. С друзьями на самом деле это очень весело делать. Это приносит много веселья, общения со своими сверстниками. Я хочу, чтобы мой город стал чище, поэтому я вызвался стать волонтером, чтобы очищать свой город родной. В дни генеральной уборки города очищать от незаконных объявлений промышленный район будут 500 юных пожирателей рекламы. Прежде чем приступить к делу, ребята проходят инструктаж. Ребята очищают у нас световые опоры, не подходя к центральным дорогам ближе, чем 5 метров. Это остановочные павильоны не трогают они, информационные доски не трогают. Фасады домов, зданий, парки, скверы – это везде, где могут ребята очистить объявления. Приводить район в порядок школьники могут в любое удобное время. Регламента нет. От рекламы освобождаются и остановочные павильоны. За несколько минут стеклянная панель на остановке общественного транспорта заменена на новую. Дальше бригада рабочих приступает к очистке павильона от незаконной рекламы. Спрей с раствором легко разъедает клей и бумагу. Немного усилий скребком и в остановку можно смотреться как в зеркало. Жители такую работу поддерживают. Говорят, чисто не там, где они постоянно убирают, а там, где не мусорят. Страфовать надо тех, кто пишет объявления, поэтому же телефончику присылать страф. Не так, а хотя бы тысячу рублей, чтобы не повадно было. А то эти парни, которые клеят, они посылают нас далеко. Свою лепту в общее дело вносят и студенты. В сквере Сафонова собрались больше ста человек. Крабли, метлы, лопаты и хорошее настроение. Все, что нужно для хорошей уборки. Это весело, это коллективная работа. Ну и для жизни вообще это хорошо, потому что, когда чисто и приятно, тем более весной. Уборку сквери проводят в рамках проекта «Чистый город». В нем принимают участие студенты всех вузов города. Благоустройство и чистота в городе, на наш взгляд, должна начинаться именно с молодежи, потому что убравшись один раз, они в следующий раз будут думать, что не стоит царить уже в этом месте. Порядок уже навели на трех площадках. В планах у организаторов акции «Чистый город» выйти на уборку еще пять раз. Следующая общегородская уборка намечена на 23 апреля. На субботник могут выйти все желающие самарцы и сделать свой двор, районный парк или сквер еще чище.